Что такое старение? Что происходит в организме при хроническом воспалительном процессе? Как влияет сода на процессы хронического воспаления, а значит старение? Как надо принимать соду, чтобы она положительно воздействовала на организм? Смотрите видео до конца и узнаете, как сода может повлиять на процессы старения. В течение жизни каждый организм проходит определенные стадии развития. При этом все процессы, протекающие на уровне биохимических реакций, оказывают влияние на метаболизм, то есть обмен веществ. Постоянно протекающие однотипные реакции приводят постепенно к некоторым изменениям этого процесса. Развивается хроническое воспалительное состояние, которое провоцирует старение. Что такое старение? Старением называется постепенное развитие нарушений в работе разных органов и систем. Основными признаками старения у людей являются следующие признаки. Седые истонченные волосы, появление морщин вследствие понижения тонуса кожи, нарушение прочности костей, развитие остеопороза, уменьшение мышечной массы, замедление работы клеток головного мозга, колебание артериального давления в результате атеросклеротических изменений сосудов, снижение интенсивности пищеварения, потеря способности к продолжению рода. Эти и многие другие признаки развиваются постепенно и они являются симптомами хронического воспалительного процесса, происходящего в тканях. Развитие всех симптомов старения начинается практически сразу после рождения и процесс ускоряется, начиная с 30-летнего возраста. Что происходит в организме при хроническом воспалительном процессе? Хронический воспалительный процесс является длительно длящейся защитной реакцией организма. То есть организм постоянно находится в состоянии повышенной активности. Это постепенно приводит к нарушению работы образования противовоспалительных факторов, запускает реакцию агрессии против собственных клеток. В результате хронического воспаления происходит развитие аутоиммунных состояний, болезней при нарушении работы иммунитета, онкологии, что также связано со сбоем образования функционирующих клеток. При хроническом воспалительном процессе изменяется обмен веществ, особенно жиров и углеводов, происходит выработка агентов, разрушающих организм и приводящих к старению. Основными признаками, говорящими о наличии скрытого воспаления в организме являются следующие. Частое головокружение, нарушение координации движений, неустойчивый уровень сахара крови, боли в суставах, склонность к диареям, появление сухости в глазах, постоянная слабость и усталость, снижение памяти, повышение в крови уровня СР белка и фибриногена. Присутствие подобных симптомов часто является симптомами того, что в организме активно протекают симптомы хронического воспаления, а значит старения. Как влияет сода на процессы хронического воспаления? Употребление соды вклинивается в цепочку патологических реакций разрушений, происходящих при хроническом воспалении. При ее реакции с кислотой желудка возникает способность воздействовать на клетки организма, осуществляющие защитную функцию. Происходит активация факторов защиты и угнетение факторов воспаления. Данный процесс осуществляется через желудок, в котором образуется соляная кислота и далее через селезенку, где синтезируются воспалительные и противовоспалительные агенты. Как надо принимать соду, чтобы она положительно воздействовала на организм? Для необходимого противовоспалительного влияния следует принимать 2 грамма соды ежедневно. Это примерно 1 четвертая чайной ложки порошка. Растворять ее следует в воде комнатной температуры. Не надо заливать кипятком, гасить, потому что при контакте с горячей водой образуется из питьевой соды кальцинированная сода, которая имеет гораздо более высокую щелочную реакцию. А это значит, что может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка. Пить содовый раствор надо ежедневно натощак. Не поможет данное средство при пониженной кислотности и атрофическом гастрите, а также тем, у кого удалена селезенка. Все остальные для предотвращения хронических воспалительных реакций, а значит для профилактики старения, могут принимать содовый раствор ежедневно, неопределенно долго. Попробуйте и не старейте! Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу? А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал! При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления! Здоровья вам и долголетия!